Добрый день, здравствуйте, уважаемые участники. Добрый день. В прямом эфире в онлайн-фонтанке конференция «Благодарю вас за участие». Мы назвали нашу сегодняшнюю конференцию без публики. А говорить мы будем на тему, как организовать и провести мероприятия в условиях так называемой «Новой нормальности». Я главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. Пожалуй, никогда в знакомой нам истории Петербург не встречал Новый год в таких условиях. Все вы эти условия знаете. С 30 декабря по 10 января следующего года музеи, театры, выставки, концерты в городе фактически находятся под запретом, если иное не оговорено Роспотребнадзором. Индустрия развлечений, гостеприимства, все, что касается театров, музеев, кино – это наиболее пострадавшие от эпидемии сегменты и отрасли. И говорить мы, естественно, будем о том, как жить театром, музеем, организатором мероприятий вместе с противовирусными ограничениями и в предстоящие дни, и, очевидно, в большую часть следующего года. Хотя всем нам, безусловно, хотелось бы, чтобы поскорее это закончилось. Обсуждаем мы эти вопросы вместе с представителями городской власти, администрации города. С нами представители комитета по культуре профильного. Борис Михайлович Петровский, первый заместитель председателя. Федор Дмитриевич Болтин, заместитель председателя. С нами, надеюсь, находится Сергей Евгеньевич Корнеев, комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. У нас директора уважаемых городских и государственных учреждений, театров, музеев. И у нас представители бизнеса. Давайте начнем. Я постараюсь видеть, что уважаемые участники просят слово и реагировать на ваши запросы. Кто начнет? Сергей Евгеньевич, я вижу вас. Сергей Евгеньевич, давайте я попрошу вас, как руководителя комитета по туризму, так или иначе охватывающего все обозначенные мой сегменты, обрисовать ситуацию. Вы знаете, добрый день, уважаемые коллеги. У нас такие глубоко уважаемые участники, которые могут рассказать о каждой своих событиях и мероприятиях. Я, может быть, коротко скажу, почему это так важно, на наш взгляд, для города и для туризма, как явление перемещения людей в пространстве. Все, на самом деле, очень просто. Конечно, события сами по себе. Я вот уже 25 лет так или иначе связан с туризмом и вижу, как каждым годом роль событий вообще в мировом туризме растет все больше, больше, больше и больше. И это, может быть, так происходило незаметно за эти годы, но сейчас это, может быть, доминирующая история событийный туризм и все, что есть вокруг него. Потому что, во-первых, да, люди приезжают, у каждого свои интересы, приезжают на выставки, приезжают на премьеры, приезжают на праздники, на спортивные мероприятия. Количество событий очень много, это целое явление, которое и в туризме называется, ивент-индустрия, индустрия событий, которая глобально влияет на туристские потоки. Но это сами события. Да, сейчас мы говорим о условиях пандемии и сейчас события онлайн. Может быть, важнее всегда было, даже до пандемии, не только само событие, потому что на него приезжает все-таки ограниченный круг гостей. Даже такое большое событие, как там Олимпиада и, если мы говорим, про спортивные мероприятия или чемпионат мира по футболу. Это короткий период, но информационный шлейф, информационный фон события, да, работает многие годы, как хвост кометы. Нам комета сама пролетела, а хвост мы видим еще долго и очень ярко. И первый яркий пример у нас в стране, я помню очень хорошо, это 300-летие Санкт-Петербурга, 2003 год. 300-летие не было событием туристским, это был праздник для города. Но его осветили все информационные каналы и средства массовой информации. И что мы увидели? На следующий год, в 2004 году, американские авиакомпании, которые тогда летали в Санкт-Петербург, не буду ее называть, но все, может быть, помнят, и вслед за ней вся городская инфраструктура увидели увеличение количества гостей из Санкт-Петербурга на 25% на следующий год, в 2004 году. То есть мы понимаем, что люди прочитали про Санкт-Петербург, увидели Санкт-Петербург, увидели какие-то новости о Санкт-Петербурге. Что после этого происходит? Они поняли, что этот город, к которому нужно приехать, особенно, когда они видят какие-то знаковые для себя персоны. Мы ввели тоже институт амбассадоров, это об этом же примерно. Скажем, в тот же 300-летие все американские СМИ обошла фотография, по-моему, Буш тогда был президентом, вытирающего слезу на фоне фонтанов Петербурга. Там, может быть, ветер просто дул с Балтийского моря, но получилась такая знаковая фотография, которая, в общем, очень зашла, что называется, людям. И отдача была абсолютно очевидна, вот именно информационная, а тем более сейчас, когда сарафанная, главный двигатель рекламы туризма – это сарафанная радио, которая сейчас называется «Социальная сеть». 300-летие – это была просто знаковая абсолютная история, полностью очевидно, что эффект сработал за счет средств массовой информации, за счет о том, что об этом говорили, писали и показывали. И потом такие же примеры. Олимпиада Сочи, я год работал на Олимпиаде, да, Олимпиада приняла свое количество гостей, с радостью с ними попрощалась, они уехали довольные. Каждый из них, да, что-то рассказал, Сочи стал потихоньку, если там, конечно, разные события происходили, да, но если бы не было пандемии, то в Сочи вот в этом году, например, планировались чартеры из Германии. Да, это инфраструктура, но это и позитивный шлейф, позитивный фон, позитивные воспоминания людей об Олимпиаде. Приехав один раз на конкретные события, они очень часто возвращаются уже как обычные гости, туристы, и не один раз, что очень важно для нас. Особенно сейчас, почему сейчас, могу сказать, вот Всемирная туристская организация, специализированная агентством ООН, каждый месяц выдает статистику потерь мирового туризма. Летом они говорили, что мировой туризм недосчитался 440 миллионов поездок, то есть 440 миллионов в августе, они говорили. Потом они говорили 700 миллионов, сейчас они говорят 900 миллионов. К концу года они прогнозируют, что потери мирового туризма в международных поездках составят более миллиарда несостоявшихся международных туристских поездок. Ну и там дальше, это можно посмотреть, у них на ресурсы цифры по потерянным деньгам говорят, и это очень плохо для туризма, это огромные потери, но это и огромные возможности, потому что эти люди никуда не поехали, они думают, что им делать дальше. Сергей Евгеньевич, прошу прощения, что перебиваю, я еще предоставлю вам слово не раз, правильно ли я могу сформулировать основную мысль, которую вы сказали, что сейчас, оказавшись в этих жестких условиях, не только Петербург, другие города, другие страны, мы должны по максимуму сохранить имеющуюся инфраструктуру и работать на будущее, потому что тот задел, который мы сможем создать сейчас, привлечет аудиторию в следующий год или следующие годы. Может привлечь, сохранить внимание к себе, сейчас ни один туристский центр мира, а мы следим за этим, не уходит из информационного поля, постоянно онлайн-выставки, онлайн-гиды, онлайн-события, онлайн-мероприятия, потому что сейчас, вот именно в эти дни, когда огромное количество людей сидит на самоизоляции или никуда не поехало и находятся люди в интернете, идет борьба за внимание этих людей, это тотальная борьба за вот эти миллиарды несостоявшихся туристов. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня как раз следующий вопрос и вопрос ко всем участникам. Как найти баланс между интересами отрасли, ограничениями со стороны государства и запросами аудитории? И по этой части есть положительный опыт, этот огромный опыт, в частности, накоплен у Эрмитажа, который сразу же, как только были введены ограничения, еще в конце марта запустил огромную серию онлайн-мероприятий. Михаил Борисович, насколько успешным оказался этот опыт? Я думаю, что опыт оказался, как всегда, нормальным, самым лучшим в мире. У нас в этом году пришло живых посетителей миллион, в интернете 73 миллиона. По-моему, достаточно ясно, хорошо. Но мне кажется, что нужно немножко сфилософить, нужно чуть забыть про деньги, которых сейчас нет, а может быть будут. Среди легенд о всемирном потопе, о сирийских, есть одна, по которой боги наказали мир потопом, потому что люди слишком шумели. Вот это очень хороший образ. Мы слишком шумели, нам надо подумать, где мы слишком шумели, и, может быть, вот этот шум отрегулировав, в частности, перемещая часть живых посещений в онлайн и сумев их как-нибудь монетизировать. Другая вещь у нас сейчас, что происходит? Происходит некое такое отделение людей друг от друга, вырабатывается или отрабатывается культура уединения. Люди менее коллективистские. Эта культура воплощена в Эрмитаже, Эрмитаж называется, келья. И вот способ того, каким образом, с одной стороны, наводить порядок в этой келье, с другой стороны, делать так, чтобы она была мостом между людьми, именно связывающим, может быть, и в живью, и в живую, и в интернете, и чтобы она была лекарством от той жуткой психологической ситуации, в которой все люди живут. Вот это можно делать и в живую, и в интернете, и соединять все это вместе. Я думаю, что мы должны только об одном очень вспомнить. Вот тут мы соединены, да, бизнес и не бизнес. Иногда у нас все сливается. У нас есть миссия в учреждении культура. У нас есть миссия. Миссия просветительская, благородная, мосты, лекарства и так далее. И есть обязательства общества. Общество должно содержать культуру. Возможности культурной индустрии – это вторая вещь. Это уже возможность, которая не всегда существует. Вот мы видим, музей работает, музей без публики, все равно музей. Его обязаны содержать государство. У нас, кстати, есть хорошая поправка Конституции, на основании которой государство и общество, государство 11 инструментов общества, должны продумать схему, как содержать, как делать так, чтобы все эти наши учреждения работали. А учреждения должны быть очень гибкими. Они должны принимать решения моментальные. Вот вчера мы приняли решение, что в ближайшие 4 дня мы вводим в ней целую серию ранних сеансов и вечерних сеансов, которые раньше были невостребны. Сейчас выставка Фабержа Рафаэля, они будут 4 года работать. Мы в течение одного дня приняли решение, перенесли громадное действие на Дворцовой площади, все в интернет. Оно вышло, теперь там 2 миллиона посетителей, и это как раз то самое событие, которое привлечет на следующий год, будет привлекать туристов, о чем Сергеевич как раз говорил. Вот гибкость с пониманием миссии, вот тогда что-то получается. А в общем, я думаю, глядя на то, как работают все музеи сейчас России и мира, на самом деле музеи стали значительно более доступными в смысле понимания того, что они делают для людей. И люди уже совсем по-другому придут тогда, когда они придут. Михаил Борисович, прошу прощения, а 73 миллиона онлайн-посетителей в этом году, хотя бы есть примерное представление, насколько это больше, во сколько раз это больше, чем в прошлом году? Да, конечно, я думаю, точно не знаю, 70 раз, наверное, и больше. Потому что до этого был совершенно другой способ общения, это была некая дополнительная поставка информации, и все. А сейчас это творческий процесс. Ну вот вопрос, да, все-таки, насколько может онлайн-цифра виртуальное посещение заменить живое общение? Насколько, то есть понятно, что аудитория готова это воспринимать, тем более, когда не остается других вариантов. Но всегда ли это возможно? Можно ли прийти виртуально в театр? Нет, наверняка тоже можно. Мы транслировали весной десятки, может быть, сотни спектаклей из городских театров, и просмотры этих спектаклей, концертов собирали огромную аудиторию. Но насколько этот продукт соответствует живому общению? Владимир Абрамович Кехман, художественный руководитель Михайловского театра, ваше мнение? Доброе утро, добрый день. Михаил Борисович, с днем рождения, вас не писали. А вы поздравляли. Я поздравлял, но еще раз, видимо, в такой хорошей форме, еще раз хочу вас поздравить. Мы все присоединяемся. Это цифры касается, вот то, что сейчас сказал наш уважаемый председатель комитета по туризму. Вы знаете, вот горечь, с которой я слушаю это все, она вызывает у меня, понимаете, просто страшное сопротивление. Все понятно, безусловно, что нам очень важно в тех условиях, в которых мы находимся, что-то делать. И, безусловно, музеи здесь впереди планеты всей. То, что делает Эрмитаж, это просто уникально. Но они давно это делают. Это не то, что они сейчас стали делать, и вот у них что-то получилось. Они это делают давно. Виртуальный музей – это то, что, мне кажется, Эрмитаж одним из первых начал делать давно. И понятно, что, конечно, они готовы были к этой ситуации. Но я хочу сейчас сказать про другое. Вы знаете, а когда прима-балерина королевского балета Наталья Усева прилетела после 10 месяцев в Новосибирск танцевать Дон Кихот, она сама не верила, что это происходит с ней. И она сама вот недавно, она мне этого не говорила, она просто в интервью это сказала московскому самолету, она сказала, что я в принципе уже, ну, рассталась с профессией. То есть у меня не было уже желания танцевать. Это одна составляющая часть. Вторая – у нас работало порядка 30 иностранцев в компании, в Михайловском театре, из которых 20 человек или там 15 человек уехало, ну, когда начался локдаун. Так вот из этих 15 человек, 9 человек уже потеряли профессию. Все, они уже никогда не будут балетными артистами. И третья составляющая, которая, безусловно, очень напрягает сейчас, очень напрягает сейчас, это то, что мы 13 лет, например, Михайловский театр, 13 лет растил публику. 13 лет мы, начиная с вот этих маленьких детей, приходящих с родителями, вот, большие дети, которые приходили со своими сверстниками, это была очень такая, ну, как бы, очень серьезная стратегия. И вырастили 300 тысяч человек, нашей собственной публики, которые ходят к нам не просто один или два или три, иногда ходят 15 раз в год, 20 раз в год, понимаете? Сегодня они лишены главного. Не просто лишены, они не просто лишены похода в театр, они лишены именно семейного похода в театр. Понимаете? Вот это, потом, туристы, это все понятно, они всегда есть, были и будут. Я 28 лет живу в Петербурге и прекрасно знаю, да, безусловно, в каком-то моменте мы можем получить меньше туристов, в каком-то моменте мы просто были не готовы к такому туристическому потоку, когда у нас просто не было аэропорта. С другой стороны, например, мы, Михайловский театр, вообще очень сегментированно работаем с туристами. Например, туристы в шортах и всякие китайские туристы, мы их вообще не пускаем в театр. Для нас они вообще не интересны. Но сейчас я говорю о городе. Галина Павловна Вишневская в 43-м году первый раз в своей жизни видела оперу в блокаду и стала певицей после этого. Никогда такой ситуации не было, никогда онлайн, то есть никогда цифра, никогда не могут, вы знаете, никогда не могут изменить вот этого прямого воздействия, которое существует в театре. И поэтому, конечно, безусловно, мы там, когда были в локдаунде, наш ролик тоже посмотрело 72 миллиона человек, которые сделали наши артисты, там на кухне танцуют. Но я говорю о другом сейчас. Я считаю, что сейчас власть немедленно должна, просто вот правильно говорит Михаил Борисович, должна, именно должна изменить ситуацию в отношении именно города. Ну это смешно. Весь город поехал в Москву. Ну как такое может быть? Понимаю все. Понимаю ситуацию тяжелую. Все понимаю. Ну хотя бы скажите перспективу. Ну мы не можем находиться в ситуации, когда у нас даже перспективы нет. Ну в войне всегда были какие-то, ну как бы все понимали, условно идет сейчас битва, она должна либо закончиться поражением, либо победой. Но всегда мы знали. Каждый день с нами разговаривали. Левитан каждый день говорил, что вот такая ситуация на войне, такая, такая, такая. С нами сегодня никто не разговаривает вообще. Просто никто. Мы не знаем. Сегодня открыли зимние веранды, условно. Шикарное, великолепное решение. Можно мы тогда условно понимать, можно нам условно 7 числа, вдруг и ситуация поменяется, 7 числа на Рождество пустить детей или нельзя? Мы ничего не знаем. Можно нам открыться 10 числа? Пусть нам ответят. Мы ничего не знаем. После 15 числа мы можем продавать билеты 25 процентов или мы можем продавать уже 50 или 75. С нами никто не разговаривает. Ни Елен, Потехина ничего слова не говорит. Это исключено. Такое отношение, такое взаимодействие, это исключено. Все кивают на губернатора. Легче всего. Легче всего сказать, пусть он отвечает за все. Но это несерьезно. Просто несерьезно. Владимир Абрамович, я к вам вернусь. Не совсем понял, при чем здесь Ирина Потехина, вице-губернатор, которая отвечает за образование. Про позицию власти мы, безусловно, узнаем у первого заместителя и заместителя председателя комитета по культуре. Но и вы, и Михаил Борисович Петровский не стали напрямую говорить о деньгах. Кстати, про зимние веранды, зимние веранды кафе и ресторанов, которые можно открывать с сегодняшнего дня в Зимнем Петербурге. Почему бы вам не открыть зимнюю сцену на площади искусств? Хорошая идея. Дорогой Александр. Михаил Борисович объяснил, что, еще раз повторяю, музеи и театры имеют определенную миссию. Эту миссию создали не мы. Эта миссия заложена просто по определению. И сейчас любые шутки даже на эту тему, они неуместны. Потому что, еще раз, сейчас стоит вопрос так. Мы единственная страна в мире, благодаря президенту, который понимает, он может быть один из немногих, кто понимает, что, когда он делал президентские гранты, он понимал, что он сохраняет симфонические оркестры, потому что к тому моменту уже практически все уехали. Тимирканов объяснил ему, что нельзя, иначе уедут все. И он тогда сохранил симфоническую музыку. Сейчас, все, что касается того, что мы работаем даже в том виде, в котором мы работаем, в этих там несчастных 25%, ситуация, мы сохраняем просто профессию балетную. Потому что не мы создали русский балет, понимаете? Мы можем, безусловно, взять его и разрушить. Как это практически произошло уже во многих странах мира. Но ситуация заключается, еще раз повторяю, в том, что мы, все, что касается денег, и Михаил Борисович молчит по причине того, что все, что касается денег, во всяком случае, у нас ситуация более-менее, у нас, я имею в виду, даже в Михаиловском театре, она ровная. Ровная. Все, что касается других театров, она, я думаю, что очень тяжелая. Давайте мы попробуем узнать про то, насколько она тяжела у бизнеса. С нами Евгений Григорьевич Финкельштейн, президент корпорации PMI. У нас, кстати, сегодня две одинаковые фамилии. У нас два Петровских и два Финкельштейна. Правда, я не вижу Вадима Григорьевича Финкельштейна среди участников. Есть, на месте. А, вы вдвоем? Нет, нет, я... Прошу прощения, да, теперь вижу, как бы, да. У меня к вам, как к представителям бизнеса вопрос, как к организаторам мероприятий. Ну вот, директоры государственных учреждений, они, ну, напрямую все-таки не говорят про деньги. А каковы потери бизнеса за этот год? Как вы оцениваете потери в предстоящие две недели? Ну и что вы думаете о будущем? Вы знаете, я вот хотел, как бы, опять же, добавить по поводу вот этого всего онлайн. Онлайн, конечно, хорошо, но никогда не заменит запах кулисы, игра актеров с энергетикой. Вы знаете, это, если это будет показывать онлайн, например, каждое представление, это первый шаг резиновой женщине, я по-другому его не могу назвать. Это данмоди, не более того. Что касается бизнеса, ну, я могу сказать, это единственная, как бы, индустрия, которую закатали просто под асфальт. И то, что сейчас делают, я вот как раз хотел бы, знаете, здесь вот сидит Борис, да, Федор, но хотелось бы, конечно, увидеть Сухенко. Потому что, вот смотрите, я в день отвечаю 20 журналистам, которые спрашивают ситуацию в бизнесе, как, чего. Вот, вы понимаете, вот за это время со мной не связался еще ни один человек, представитель, например, комитета по культуре. И хотя бы узнал, например, мое мнение. Во-первых, мое мнение, наверное, оно достаточно ценное, потому что мы являемся еще и все-таки крупнейшей компанией в России, которая продает билеты. Мы, как никто, знаем потери рынка. Что касается, например, нашей компании, да, уже 70% человек осталось без работы. Сейчас, так как в непонимании мы находимся, я думаю, что нам придется опять сокращать количество людей. В этой индустрии работает там порядка миллиона людей. 700 тысяч людей, как минимум, работает. Из них минус 70%, это полмиллиона уже безработных. Вы имеете в виду по стране, да? Я имею в виду по стране. Я вообще не говорю про Петербург. Что касается Петербурга, вы знаете, дело в том, что я вообще не понимаю, как бизнес выживает, потому что то, что нам отстрачивают, то, что нам, например, там есть отсрочки по кредиту, там какие-то выплаты, но государство нам, мягко говоря, не помогло ничем, кроме того, чтобы мы находимся в полной неопределенности. А неопределенность, мы все понимаем тяжелую ситуацию в городе, да, что касается эпидемии. Но вы понимаете, что в театр или в музей входит минимальный процент от тех людей, от тех людей, которые, в принципе, как бы ходят в супермаркеты, в магазин, летают в самолеты, в транспорты. Если мы говорим про какие-то ограничения, это не может быть ограничение только концертов и театров и музеев. Это какое-то, понимаете, мы в каком-то абсурде находимся. Я летаю каждую неделю, сажусь в полный автобус с людьми, пересаживаюсь в полный самолет с людьми и пытаюсь как бы двигаться. Что касается отсутствия диалога и бизнеса, это вообще для меня просто нонсенс какой-то. И мне как бы, понимаете, вопрос в том, что в Петербурге, например, как бы полностью закрыт, и сейчас у меня есть вопрос, потому что там председатель комитета по культуре должен был отстаивать наши интересы, отстаивать наши интересы в том числе, потому что не только, соответственно, государственные театры. Государственные театры, безусловно, они все выживут. Государственным театрам вопросов нет, их поддерживает государство. Вы спросите вот таких площадок, вот, например, как у Вадима или как у Сибура, как людям приходится выживать в этой ситуации, когда нету неопределенности, сказали бы, ребят, давайте мы закроем, но откроемся, предположим, 1 июля. Мы все поймем, мы как-то перегруппируемся, но когда мы постоянно переносим концерты, переносим концерты, это постоянно какой-то, понимаете, театр абсурда. Но мы снимаем, мы все равно несем какие-то расходы. Первый, я не знаю, первый, там, 250% ограничений, через неделю 25% ограничений и так далее. И даже из какого-то концерта басты, ну, сделали какое-то прям, я не знаю, если премьер-министр говорит о том, что никто ничего не нарушал из бизнеса, но об этом говорят все. Поэтому я, на самом деле, в ужасе от того, что сейчас происходит. И я понимаю, что никакого диалога нету. И то, что, например, в Москве даже проходят мероприятия, а у нас даже 25% нет, для меня это просто какой-то вопрос нонсенсы. Спасибо, да, Евгений Григорьевич. Ну, вот, понятно, что... Можно я добавлю, там, в принципе, понимаете, вот сейчас мы говорим о площадках. Дело в том, что в городе всего две площадки, они коммерческие, да? То есть мы, как инвесторы, мы, то есть Тинькофф Арена и Сибур Арена, как инвесторы вложили деньги, да, в площадки, да? Их не так много в городе. Но на сегодняшний день мы написали десятки писем правительства, губернатору. У нас даже, вот поверьте мне, даже налог на недвижимость с нас не сняли. Нам все отсрачивают, все кредиты, все. То есть нас загоняют в кабалу. Мало того, что все-таки, ну, государственные театры, они поддерживаются, да, там люди зарплаты получают, мы платим через свой карман. И вот это вот, как сказать, даже вот Владимир Кехов, он говорит, да, не могут там чисто, ну, он переживает артистов, да, потому что они действительно, да, как бы уходят, применяют профессии. То у нас совсем другая ситуация. Ни одна коммерция, ну, ни один коммерческое мероприятие не может провести с 20-ти процентной загрузкой. Это просто, ну, нереально. Понимаете, существует там цена на билет, цена на свет, на звук. Это просто даже невозможно провести, вот, именно коммерческое мероприятие. И поэтому, ну, как сказать, вот как инвестор, да, я там 7 лет назад построил, взял у города землю, да, заплатил 100 миллионов в бюджет за эту арену, да. И сейчас я прошу какой-то помощи, как коммерсант, да, от города. Хотя бы налоги, Стас, не бери. И, конечно, ситуация, ну, Евгений правильно говорит, что в метро ездят, везде люди, ну, как бы в метро, в метро, в автобусах, а в театр ходить нельзя. Спасибо, да, Вадим Евгеньевич. Григорьевич, я к вам сейчас вернусь. Напомню, что нашу дискуссию можно смотреть онлайн на сайте Фонтанки, в нашем канале Фонтанки в Ютьюбе и в нашей группе ВКонтакте. Можно приучить спикерам буквально по-русски? Да, я как раз хотел к вам перейти. Валерий Викторович Ткаченко, компания Культ Просвет, продюсер, режиссер. И, насколько я понимаю, у вас в активе есть крупные мероприятия, которые вам удалось организовать вот в таком новом формате в этом году. Ну, да, у нас есть несколько мероприятий. Но я хотел бы продолжить предыдущих спикеров и сказать, что по прокату непосредственно артистов, так как мы занимаемся тоже этой деятельностью, получилось не совсем честно со стороны городских властей, в том числе взять и ограничить посещение 50-25 и сыграть только в сторону бизнеса. Почему нельзя было издать распоряжение, соответствующее государственным театрам, и компенсировать бизнесу, к тому же Вадиму, потери, и сделать, чтобы они тоже снизили аренду на 50%. Почему нельзя было сделать рекламную продукцию, которая у нас в городе, которая город владеет всеми счетами, отдавая их в аренду, тем же арендодателям тоже не сбросить цену на 50% на 25%. И тогда было бы все честнее на самом деле. И, может быть, прокат как бы и выживал бы, и работал бы сегодня, если бы произошло понижение везде. А так получилась только игра в одну сторону. А что касается крупных массовых мероприятий, нам удалось провести несколько крупных мероприятий, в том числе такое мероприятие, как фестиваль света. Нам удалось там масштабировать это мероприятие, сделать его гибридным, это мероприятие, организовать человеческие потоки. Все это возможно. И нам надо понимать, что мы в этих условиях будем жить и в следующий год, и, может быть, еще дальше, дальше и дальше. Давайте, Валерий Викторович, просто поясним, что гибридное – это означает, что мы вместе с вами транслировали это мероприятие на фонтанке и собрали большую аудиторию. Правильно? Огромнейшая, да, абсолютно правильно. Огромнейшая аудитория. Было и много людей, которые посетили это мероприятие, скажем так, в оффлайне и также трансляции. И все это реально. И мы будем жить. Нам не надо запрещать, просто надо находить те меры воздействия, которые будут всем интересны и государству, и бизнесу. Запретить – это самое простое. Взять и уничтожить все. Спасибо. Я к вам еще вернусь. Я пока что хочу чуть-чуть отмотать назад и задать еще один вопрос Вадиму Григорьевичу Финкельштейну, президенту Тиньков-Арены. Да, мы слышим претензии, даже скажу крик, вопль о помощи со стороны бизнеса. Со стороны бизнеса в разных отраслях, в разных сегментах, потому что пострадали многие. Все, что так или иначе завязано на аудиторию. Плохо всем. Кому-то плохо больше, кому-то чуть меньше. Но тех, кому хорошо, я бы сказал, что, наверное, нету от слова совсем. Вадим Григорьевич, а насколько вообще возможно реально получить в нынешних условиях какие-либо согласования со стороны контролирующих органов? Я в первую очередь имею в виду, естественно, Роспотребнадзор, который у нас теперь стал чуть ли не главной властью. Вы знаете, на самом деле, если мы выполнили все рекомендации, и мы получили все пиар-коды на любые мероприятия, но я уже повторял, что невозможно даже провести... То есть коммерция к нам не идет, бизнес к нам не идет. Они... Ну, вы знаете, любое мероприятие, оно планируется за полгода, ну, минимум два-три месяца. И даже то, что вот там были отмены, да, какое-то время, к нам, ну, вот какое-то количество пришло людей. Но все боятся что-то делать. Поэтому для нас это вообще сейчас катастрофа. Вот у нас, ну, растет, понятно, долг, да, банк идет навстречу, понимает, что дает нам, ну, как мне, отсрочку, да. То есть, ну, эти долги все растут, да. Налоги на недвижимость растут. Там уже сейчас 6 миллионов долг только за недвижимость. Но если нам правительство запрещает работать, то почему тогда не спишут эти налоги хотя бы? И мы не просим там какой-то помощи, потому что знаем, что все равно ее не получат. Поэтому, ну, ситуация очень сложная на самом деле. И я считаю, что вот мое мнение, что, ну, правительство не должно нам запрещать. Вот мы все эти нормы будем выполнять. И мне кажется, что лучше мы бы платили налоги бы на самом деле, а правительство бы думало, как больше, не знаю, ты, кое-как сделать, еще что-то. И это было бы полезнее, поверьте мне, чтобы губить еще там, не знаю, сотни тысяч людей, да, которые сегодня без работы остались, да. Ну, потому что это не только моя арена, а люди, которые делают свет, которые там, ну, артисты. Это же любое мероприятие, там обслуживает 100 человек. Ну, поэтому они сейчас все без работы. Поэтому сейчас мы очень в сложной ситуации. Вот серьезно. Да, понятно, Вадим Григорьевич. Вообще вопрос вот этого баланса все-таки между интересами бизнеса и интересами аудитории общества, он очень сложный. И я задавал вопрос вначале, как его найти, как найти этот баланс. Потому что я слышу разные мнения. Я слышу мнения со стороны бизнеса, но я слышу мнения со стороны людей, людей, людей абсолютно социально активных, которые, увидев некоторые мероприятия, которые проходили в городе в декабре, значит, говорили о том, что, ну, как же это возможно, что же это творится, как бы, да. Вопрос разумности и целесообразности, как бы, да. Ну, знаете, есть разные мероприятия, да. Вы, извините, допустим, запретили все елки проводить или там вход 16 лет детям. А что, если мать придет с ребенком посмотреть какой-то спектакль, это что-то изменит? Я просто не очень понимаю это все, вот вообще все эти меры. Вот для меня они... Даже пускай 25 процентов. Ну, хотя бы дайте 25 процентов. Ну, их тоже с детьми нельзя ходить. А для кого тогда делать спектакли новогодние? Для взрослых? А что, если люди переболели, извините? Вот я, например, как бы все переболели. Огромное количество людей уже переболело. И сейчас они вынуждены, в принципе, сидеть. Вот что они будут делать? Вот люди, например, с детьми. Все закрыто. Это важный вопрос. Я постараюсь к нему еще вернуться, как бы, да. Пускай по ПЦРу продавайте билет. Или еще какой-то, чтобы театр работал. Да, да. Кстати, да, и согласно тем данным, которые есть у научного сообщества... Саш, атмосфера на щелкунчике, когда сидят просто взрослые, просто чудовищно. Просто чудовищно. Еще раз. Вы услышите меня. То есть получается следующее, что абсолютно справедливо. Сейчас понятно, что... Ну, только граничьте. Понятно. Роспотребнадзор не хотел, чтобы были большие мероприятия детей со взрослыми. Понимаю, дети большие распространили. Окей, ну, например, такая логика. Ну, представим себе, что теоретически такая... Ну, так сделайте хотя бы три площадки. Пять площадок. Понятно, где можно точно обеспечить много воздуха. Как у ребят. Огромное пространство. Там проблем никаких нет. Вот. Мариинский театр. Эрмитаж, что может быть? Ну, огромные залы. Как может быть в Эрмитаже какая-то проблема или в Русском музее? Ну, это же смешно. Просто творчески подойти. Творчески. Еще раз. Ключ. Мы зачем просто разговариваем? Саша, ты нам объясни. Вот ты нас собрал. Что ты хочешь? Какой итог? Чтобы был. Просто здесь сидят очень уважаемые люди. Мы зачем собрались? Чтобы что? Я хочу услышать от вас, в том числе от вас, что, собственно говоря, делать нам всем, что делать власти, как жить в этих условиях. Да? Мы эту... Вот у нас называется комитет культуры, который, как всегда, вот у нас два серьезных представителя комитета культуры, которые должны что-то сказать. Ты им даже слова не даешь. Я как раз собирался дать слово уважаемому комитету по культуре, который, значит, вот несколько раз уже склоняли, значит, и, на мой взгляд, не совсем заслуженно, а у нас есть Федор Михайлович, Борис, прошу прощения, Федор Дмитриевич и Борис Михайлович, которым наверняка есть что сказать. Уважаемый комитет по культуре. Добрый день. Здравствуйте. Да, можно? Смотрите, значит, очень много было сказано всего претензий, да, мы понимаем, мы относимся к этим претензиям, их много, не все они относятся к деятельности и полномочиям нашего комитета, поэтому я, с вашего позволения, попытаюсь говорить о том, о чем я знаю, о том, действительно, о чем мы можем говорить. Да, одна из основных претензий, которые мы сегодня услышали, это претензия о том, что у нас, что с бизнесом, да, с бизнесом, ну и театр государственный тоже говорят, Владимир Абрамович об этом говорил, что с ними не разговаривают. С ними не разговаривают, да, действительно такая проблема есть. И вот буквально на днях закончилось формирование экспертного совета из представителей бизнеса, представителей концертной деятельности, да, экспертный совет будет состоять только из представителей бизнес-сферы, да. Туда входит Вадим Кенкештейн, туда входит представитель PMI, туда входят другие концертные организаторы, да, все музейные организаторы туда входят. Мы как раз сейчас занимаемся тем, что обзваниваем и получаем согласие на это. И надеюсь, что в ближайшее, в самое ближайшее время мы соберем представителей в режиме онлайн и начнем эти длительные, глубокие, подробные, подробные обсуждения того, как нам жить в существующей реалии. Когда представители бизнеса говорят о том, что с ними не общаются и когда представители государственных театров говорят, что с ними не общаются, я думаю, имеется в виду, что им не говорят, что будет дальше, да. В действительности мы действительно не говорим, что будет дальше, потому что, честно говоря, мы этого сами и не знаем. Я хотел бы обратить внимание, что та деятельность, которую мы ведем, согласование, та нестандартная, непривычная деятельность для комитета, проверки, обусловлены не нашим желанием сократить что-то, да, обусловлены требованиями Роспотребнадзора по сокращению распространения инфекции. И это действительность, в которой мы все живем, в которой мы вынуждены существовать сейчас. Это действительно так. Значит, касательно возмещений, да, значит, ту работу, которую мы сейчас ведем, которую мы планируем вести в рамках экспертного совета, мы собираем информацию. Собираем информацию от государственных театров, собираем информацию от представителей бизнеса и передаем ее в комитет по промышленной политике, который занимается возмещением падающих доходов и разработкой, соответственно, вот этих все информаций. Для того, чтобы информацию обработать, это не так быстро и не так просто. Мы собираем в том числе для этого экспертный совет и получим весь этот скоп информации, он будет передан. Эта работа тоже ведется. Достаточно много всего, да, то, что мы сейчас обсуждали. Хотелось бы немножечко позитива добавить. Хотелось бы вообще напомнить, что у нас до 30-го числа открыты музеи, да, например, нам удалось отстоять на ситуационном центре открытые музеи в Санкт-Петербурге. Вы знаете, что в Москве они закрыты, и с нашей точки зрения музеи действительно являются безопасным местом для проведения досуга. По поводу детей мы знаем, это действительно тяжелая ситуация для всех и для нас. Нам не удалось отстоять на Новый год открытие возможности посещения мероприятий, театральных мероприятий. Детьми мы работаем над этим, но вот у Роспотребнадзора действительно немножечко другие представления по этому поводу. И здесь, наверное, тоже стоит с ними. Они лучше объяснят механизм, почему, собственно говоря, дети являются у нас переносчиками вирусов, и как это связано больше с метро, транспортом, самолетами и так далее. Здесь, наверное, я не буду это комментировать, хотя, в общем, тоже это все говорит. Я хочу сказать, что комитет открыт. Мы на самом деле разговариваем. Может быть, мы делаем этого мало, но, поверьте, мы находимся в непривычной для себя ситуации. В ситуации тяжелой. Мы всегда открыты к дискуссии, мы всегда предоставляем информацию, если у нас ее просят. Евгений Григорьевич, вы говорите, что с вами никто не говорил, но мы вообще-то с вами разговаривали. Потом по объективным причинам мы не смогли с вами встретиться, потому что оба мы заболели, и вы и я, поэтому мы не встретились. Евгений Григорьевич Михайлович, я хотел бы сказать, вы человек новый, а пандемия началась в марте. И вот только с приходом вас мы как раз только и поговорили, а потом заболели. Но до этого, с марта месяца, у нас существует, у Сукенко есть прекрасный мой мобильный телефон. Он вообще может позвонить и спросить хотя бы. Поверьте, я могу помочь, например, сформировать какое-то мнение. И второе, я считаю, что как раз не вопрос, что председатель комитета должен был защищать театры, и это должна была позиция его. А после какого-то скандала легче, например, все запретить. А я считаю это катастрофой вообще взять и запретить новогодние праздники. Я правда говорю, и я переболел, и вся семья моя переболела, и вообще вокруг меня вообще все практически переболели. Что делать с теми детьми, которые вы закрыли? Ну, правда, есть какие-то диалоги, просто могли бы какой-то... Диалог у нас действительно начался только с приходом к вами. Я, кстати, очень рад, что вы сейчас такой первый зампредседателя. Поэтому давайте все-таки общаться. И сейчас первый мы сформировались почти спустя год после того, как пандемия идет. Мы там сейчас начали разговаривать по телефону. Давайте дадим Борису Михайловичу договорить. Да, да, значит, спасибо. Ну, я действительно не могу, мне сложно говорить о том, что было. Давайте говорить о том, что будет. И вот мы в рамках экспертного совета начнем эту работу. Я уверен, что мы все вместе сядем за стол или онлайн. Мы как-то сможем придумать, как мы сможем проводить концерты, театральные мероприятия так, чтобы они были максимально безопасны. И наша работа заключается в том, что мы это донесем в дистанционный центр. А поверьте мне, Комитет по культуре очень активно защищает театры и музеи. Делает это очень активно. Владимир Абрамович, не даст соврать, с которым мы тоже постоянно контактируем по этому поводу. Он знает, как это нам тяжело и как мы стараемся и делаем все возможное для того, чтобы и музеи, и театры, и концерты полноценно функционировали. Но, к сожалению, не все зависит здесь только от нас. Спасибо. Спасибо, Борис. Хотелось бы тоже, вы знаете, сказать пару слов. Дайте, пожалуйста. Сейчас, секунду. Вот у Комитета культуры, могу сказать, с полной ответственностью. Они делают все возможное сейчас. К сожалению, только их не слышит никто. Вот и все. Поэтому я еще раз говорю, для нас ключевой момент. Не поговори сейчас просто. У нас впереди Рождество. Я убежден, если бизнес ресторанный смог убедить теми или иными способами открыть эти зимние веранды, что является просто прикрышкой на самом деле, а они будут работать просто так. Пусть нам на Рождество дадут работу. Владимир Абрамович, наверное, происходит это потому, что ресторанный бизнес в последние недели громко кричал, а учреждения культуры не приучены кричать громко. Может быть, поэтому... Да, мы не можем кричать громко, потому что это неинтеллигентно. Зачем нам кричать громко? Это неинтеллигентно. Поэтому, еще раз повторяю, мы можем тихо и спокойно убедить сейчас губернатора. Надо Михаил Борисовичу, чтобы он позвонил. Я с ним буду завтра разговаривать. Вот. На Рождество дать возможность работать. Да, сейчас, Юлия Анатольевна, к вам сейчас вернусь просто в качестве ремарки, как бы, да, из того, что сказал Борис Михайлович. Ну, во-первых, хотя бы один плюс, как минимум, есть в том, что диалог пошел. С другой стороны, Борис Михайлович подтвердил то, что мы и так, по большому счету, все знаем, что главным в городе, по большому счету, является Роспотребнадзор. А вот на каких основаниях Роспотребнадзор принимает те или иные решения, почему, чем руководствуется, это нам неведомо. Юлия Анатольевна, директор по развитию Сибур-Арены, пожалуйста. Знаете, вот полностью согласна со своими коллегами Синкельштейнами в том, что они сказали. И очень жаль, что нет представителя Роспотребнадзора за нашим круглым столом, потому что хотелось бы очень услышать, почему в театре разрешается посещение до 25% зрителей. На спортивные объекты, такой объект, как наш, вот сейчас у нас проходит Кубок России, завершающий Кубок России по волейболу. И мы на сегодняшний день до сих пор не можем получить согласование мероприятия со зрителями. У нас, мы предпринимаем все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором, и готовы выполнять какие-то дополнительные меры безопасности, если они будут рекомендованы Роспотребнадзором. У нас новейшая система вентиляции, у нас огромное помещение, и соблюдаются все меры дистанционные. Вот хотелось бы услышать, почему у нас все спортивные мероприятия запрещены со зрителями. Потому что нашим организаторам, спортсменам очень важно, когда на трибунах сидит хотя бы 25% зрителей, поддерживает их во время игры. Ну и организаторам понятно, что тоже хотелось бы какие-то деньги возмещать за счет проданных билетов. Вот. И то, что сказал Владимир Абрамович, конечно, совершенно непонятно наше ближайшее будущее. Самое страшное, когда ты не видишь света в конце тоннеля. Спасибо, да. Спасибо, Юлия Анатольевна. Сейчас, прошу прощения. Я просто знаю, что Михаилу Борисовичу, может быть, надо будет уйти пораньше. И не могу не спросить. Вот, Михаил Борисович, в июне, если я не ошибаюсь, где-то в середине июня вы проводили как раз круглый стол с директорами театров и музеев московских и петербургских. И, собственно говоря, по большому счету вы говорили примерно теми же словами, что вы говорите и сейчас. А что изменилось в позиции Министерства культуры, в позиции государства за эти полгода? Ну, во-первых, мы добились от государства компенсации части учреждения культуры, компенсации того, что называется выпадающие доходы, дополнительные субсидии. Во-вторых, мы добились изменения государственного задания. И невыполнение государственного задания не является теперь поводом для кары для учреждения культуры. И мы работаем над тем, как его формировать. И так далее. Мы формируем все время в постоянной дискуссии различного рода рецепты. Я думаю, мы и сейчас должны их формировать. Я говорил, что нужно гибко каждый день принимать разные решения. Вот, например, придумать не просто, говорит, разрешите на Рождество. Придумать, что можно разрешить на Рождество. Вот 25%, например, это нормальное падение посещаемости в музеях. Во всех музеях мира посещаемость уменьшилась, вот живая, она уменьшилась примерно до 25%. Такая как бы естественная... Значит, надо придумать рецепты и их предлагать. Хотя бы такие липовые, как зимние веранды, да, или что-то такое. Для того, чтобы можно было найти какое-то решение, которое потом можно поменять. Через 2-3 дня опять поменять. Через 2-3 дня опять поменять. Как мы стараемся это все делать в музейной части. Мы сейчас на 10 дней закроемся, действительно закроемся. Мы сейчас планируем, как мы откроемся после этого. Между прочим, люди уже готовятся и уже спрашивают, как мы будем продавать билеты на после 10-го числа. То есть уже на этих 10 днях мир клинам не сошелся. Потом тоже надо планировать и смотреть, что будет. Вот несколько рецептов, которые нужно предложить и настаивать, сделать, чтобы они принимались. И поэтому, в частности, мы смогли сейчас еще одна вещь. Понимаете, формы работы, они для начала бесплатные, как все. А потом уже не бесплатные. Надо их монетизировать. Ну вот с завтрашнего дня у нас начинаются продажи сегодняшнего на платные лектории. Азбетажи в дополнение к бесплатному. И тому подобное. Все это можно конкретно придумывать, обдумывать. И мы этим сам занимаемся. Вот сейчас у нас будет через полчаса уйду на совещание Президентом Союза Музеев России по отношениям с туристической индустрией, которая обвиняет музеев о монополизации конкурсионной работы в музеях и тем самым душит туристическую индустрию. А мы считаем, что немножко дело обстоит наоборот. И там тоже целый набор сложных действий, которые мы сейчас будем отрабатывать и обсуждать. Вот надо говорить и каждого заседания, как и сегодняшнего, сделать некие рекомендации, которые послать, переслать, передать и отстаивать. Спасибо. Вы сказали про лекторий. Это онлайн-лекторий, да? Онлайн-лекторий. Поскольку у нас просто лекторий был живой, теперь он будет онлайн, но он будет опять за деньги. Он и был за деньги. Вот такие тоже вещи есть. Спасибо. Но вот говоря про падение живой аудитории до 25%, Я думаю, что Владимиру Абрамовичу... Я поспорю на эту тему. Сейчас, я прошу прощения, да, Владимир Абрамович, как раз хотел передать вам слово. Владимиру Абрамовичу с аудиторией 25% будет очень трудно. То есть это, чтобы сработать в ноль, я даже не знаю, насколько это реально. По-моему, нереально. А PMI или Тинькофф-арене, или Сибур-арене, это просто невозможно. Владимир Абрамович, да, вам слово. Вот знаете, вот я сейчас, Михаил Борисович, описать золотые слова скажу. То, что делает Минкульт с учреждениями, которые федеральными, это действительно беспрецедентно. Это правда. Мы получили, ну я как Новосибирский театр могу сказать, получили все выпадающие доходы. Ну, может быть, Мерметаж, потому что он очень большой. Мы получили все. И с точки зрения госзадания, и с точки зрения формирования госзаданий, и с точки зрения вот любых наших хотелок, ковидное оборудование, все-все. То есть все, что связано с федералами, вопросов никаких нет. Теперь вопрос ключевой Петербурга. Чтобы вы понимали, какие сегодня продажи. С точки зрения, например, Новосибирск. Мы ставим, у нас там 50% заполняемся разрешено. Мы ставим дополнительный спектакль, который продается в 850 мест за 4 дня. Спектакль 27-го поставили дополнительный спектакль. 2-го января поставили дополнительный дневной. 4 дня. У вас там огромный зал. Это очень быстро. Такого не было. Не было никогда. Поэтому, понимаете, сейчас 25%. Вопрос каждого Сибуру или Тинькову, вопрос у каждого, у каждой площадки есть свой определенный колорит. И свои определенные условия, количество зрителей. Поэтому нужно подойти действительно, как Михаил Борисович говорит, творчески к этому вопросу. Именно у нас не так много театров. У нас не так много этих площадок больших. Мы все страдаем, надо честно сказать, из-за истории с Бастой. Ну, это же понятно. То есть та история с Бастой, которая произошла, она привела, я убежден был, что этим все и закончится. Вот. Она привела к этой ситуации, в которой мы оказались. И сейчас самое важное. Вот, Саш, самое важное сейчас, не то, что мы поговорили и разошлись. Мы должны сейчас решение сделать, выйти вместе к губернатору, чтобы он нам помог. По-другому это не назвать. Услышал нас. Как вот зимние. Вот эта липовая история, абсолютно хорошее слово. С зимними верандами. Это просто гениальное. Зимние веранды, да. Вот. То же самое нужно придумать в отношении трех площадок, имеется в виду, которые сейчас представители находятся абсолютно справедливо. Вот. И в вопросах с детьми. Мы должны, чтобы итогом нашего разговора произошло что-то, что позволит комитету культуры выйти к губернатору и объяснить ему, чтобы он нам помог. Владимир Абрамович, у вас есть конкретные предложения? Я не знаю, мы можем выработать его. У нас очень прекрасный Борис Михайлович умница. Вот. И Федор Дмитриевич, который там сидит. Они абсолютные профессионалы. Нам нужно просто единственное, чтобы они сейчас за нас всех. Вот. Мы должны включить все возможные ресурсы, наши личные, персональные, чтобы Альса Дмитриевич услышал. Это не надо делать в публичных негативе, не все это туфта. Надо просто корректно, чтобы комитет по культуре придумал для всех нас, как это называется, правильные слова для губернатора, который, ну не буду говорить с барского плеча, но поможет нам начать работать пораньше. Нам, очень конечному кругу, кто готов соблюсти все... Хочу два слова про Роспотребнадзор. Поверьте мне, Роспотребнадзор выполняет все то, все то, что согласовано коллегиально в их штабе. Роспотребнадзор один не делает ничего. Вот когда Роспотребнадзор хотел еще давно сделать 25%, наш комитет по культуре встал и попросил их на штабе. Не делайте этого, давайте будет 50%. Чем закончил? Закончил все бастер. Понимаете? Мы сами виноваты в этой ситуации. Мы не общаемся с Роспотребнадзором правильным образом. Не общаемся. Мы заранее должны понимать, заранее, заранее должны были понимать, что будет такая проблема и попытаться этой ситуации каким-то образом управлять. Поэтому Борис Михайлович и Федор Дмитриевич, они два абсолютно продвинутых властных менеджера, современных. Нужно попытаться сейчас найти то решение, о котором сказал Михаил Борисович, которое позволит ограниченным. Все равно всем нельзя открыться. Не даст Роспотребнадзор открыться. Потому что детский театр находится и в торговых центрах, где они только не находятся. Поэтому я понимаю логику Роспотребнадзора. Они не хотят вот этого количества елок с маленькими детьми. Не хотят везде, на каждом углу. Давайте найдем решение. Количество ограниченное пусть будет. Но давайте попробуем. Не получится. Окей, но мы сделали попытку. Жень, ты понимаешь, что я имею в виду? Я, конечно, понимаю, о чем ты имеешь в виду. Надо попробовать сейчас, убедить. Но не просто Комитет культуры пошел и за нас все решил. Это невозможно. Пожалуйста, мы готовы пойти вместе с Комитетом культуры к губернатору. Надо объяснить Александру Митчу, что пусть это будет ограниченное. А ведь что боится Комитет культуры? Если они дадут ограниченную какую-то, все остальные обидятся. Понимаешь, Жень, тут абсолютно тупиковая ситуация. То есть мы хотим для всех. Невозможно это сделать. Невозможно. Ну, надо понять. Невозможно. 3 700 или 4 тысячи. Ну, человек болеет, продолжает болеть. Ну, невозможно это сделать для всех. Давайте хотя бы, чтобы это было, пусть это будет ограниченное количество, но хоть что-то для детей и мы сделаем. Тем более, я согласен полностью, Сибур, Тиньков, шикарные площадки. Пусть там хотя бы будет. Ну, я уже даже молчу про нас. Пусть там хотя бы будет. Ну, дайте сделать хоть в каких-то ограниченных местах. Пусть это будет. Владимир Абрамович, мы вернемся к этому скоро. Я прошу всех подумать, да, с какими конкретными предложениями можно было бы обратиться к власти, к губернатору. У нас скромно сидит еще один участник. Давайте дадим ему слово. Ляхов Илья Анатольевич, директор нашего большого цирка на Фонтанке. И, между прочим, цирк как закрылся в марте, так и не открылся до сих пор. Что у вас происходит, Илья Анатольевич? Вас не слышно. Включите, пожалуйста, микрофон. Да. Коллеги, добрый день. Слушайте, ну, у нас же есть некая специфика работы цирка, потому что у нас компания Росгусцир, которая объединяет все цирки страны, именно там вырабатывается так называемый гастрольный график и цирковой конвейер, где каждая программа выкладывается определенные маршруты, переезды. Это идет с учетом количества номеров и животных, которые в каждой программе работают. Поэтому здесь оказались очень сложные ситуации, потому что в разных регионах эпидемическая обстановка была абсолютно разной, и сложно было решить, какая программа, куда и в какие периоды может ехать. Соответственно, после передачи Санкт-Петербургского цирка в компанию Росгусцир полностью вся эта система оказалась замкнута и на Санкт-Петербургском цирке. Поэтому сложности вот эти... Ну, видимо, наше руководство было не готово как-то гибко и быстро принимать эти решения. Ну, у нас в компании неделю назад сменился генеральный директор, и сейчас уже новое руководство незамедлительно стало решать эти все проблемы, немножко применяя другие методики. И сейчас, вот сегодня у нас открытие цирка в Саратове. Новый цирк открывается. Как дальше там будет происходить, мы не знаем. Но на Новый год в нескольких регионах цирки будут открыты, будут работать. К сожалению, в Санкт-Петербурге вы все прекрасно знаете, что это за здание, какой это прекрасный цирк после ремонта. Но вот эти введения ограничений не позволяют нам открыться и работать. И как я понимаю, невероятные приключения итальянцев в России. Я имею в виду итальянскую цирковую труппу, которая зависла здесь в Петербурге с начала пандемии. У нас продолжаются, да? На сегодняшний день, да, итальянцы находятся у нас в цирке. Все животные здоровы. К сожалению, они тоже очень скучают по зрителям. Потому что если можно какие-то экскурсии устраивать онлайн, то с животными, с их номерами это невозможно сделать. А так, да, артисты у нас, ну, все постоянно тренируются, поддерживают себя в форме. И животные поддерживают себя в форме. Держимся. Ждем, когда будет возможность нам открыться. Мы тоже ждем и надеемся, что, значит, как можно скорее вы откроетесь. Сергей Евгеньевич Корнеев, вы с нами по-прежнему? Сергей Евгеньевич нас не слышит. Пока Сергей Евгеньевич подключается, у меня все-таки... Давайте вернемся в Комитет по культуре. Федор Дмитриевич Болтин, скажите, пожалуйста, все-таки... Ну, я не сомневаюсь, что власть слышит бизнес. Хотя здесь звучали на этот счет разные мнения. Давайте, коллеги, я много уже выслушали различных суждений. Вспоминая ту злосчастную пятницу 13 марта, когда вышла первая редакция 121-го постановления, мы действительно впервые столкнулись с необходимостью не просто перенести, а фактически отменить порядка двух тысяч мероприятий концертных и театральных. Мы столкнулись с ситуацией, когда очевидно юридических механизмов, позволяющих правильно выстроить систему работы организации культуры, как государственных, так и негосударственных, ее просто еще на тот момент не было сформировано. На сегодняшний момент четко можно сказать о том, что Комитет по культуре все-таки слышат. Я хотел бы напомнить о том, что в сентябре мы буквально в течение нескольких дней согласовали решение об открытии театров и концертных организаций. Все стандарты, по которым мы работаем сегодня, они были подготовлены нашим Комитетом. В Петербурге, в отличие от других регионов, никогда не звучал термин «шахматной рассадки». И это была принципиальная наша позиция. Именно с той точки зрения, чтобы дать возможность семьям сидеть вместе в зрительном зале, а не делать это через кресло, через два кресла. Отдельно скажу, что в других регионах не было нормы о 50% с учетом ранее проданных билетов. То есть вот эти моменты, которые Комитету удается отстоять на наших рабочих совещаниях, они действительно имеют место быть и странно отрицать то, что нас слышат. Но нашу позицию мы на сегодня действительно усилили. Мы выстроили прямое взаимодействие с Роспотребнадзором. И у нас регулярно проходят непосредственно с Натальей Семеновной Башкетой напрямую все консультации по текущей ситуации и по планированию нашей работы. Я, наверное, скажу, такой мы еще об этом публично не говорили, но в контексте начала следующего года мы очень стараемся согласовать возможность выхода на 50% заполняемость, как только мы увидим снижение количества заболеваемости. И здесь с нами солидарны абсолютно органы эпидемиологического надзора. Театры не являются разносчиком инфекции. То количество, извините, дезинфицирующих средств, которые применяются в театрах и в музеях, но они на порядок выше любого общественного пространства. Театр и музеи – это самые безопасные места для проведения досуга. Ну, серьезно, там чище, чем в наших с вами квартирах. По-другому и не скажешь. Что касается порядка согласования, мы об этом сегодня тоже несколько слов упомянули. Действительно, такой шквал заявок мы за последнее время получили и от федеральных, и от городских, и от негосударственных учреждений. Где-то 600 заявок мы получили на сегодняшний момент. Из них отказы составили чуть больше 10%. Но хотел бы подчеркнуть, что коммерческие организации очень по-разному подошли к этим требованиям. Также Тинькофф-Арена выполнила полный спектр обязательств, и вопросов никаких не возникло у нас даже при проведении осмотров и проверок. А некоторые организации, к сожалению, позволяют абсолютно бездействовать в контексте именно соблюдения масочного режима и так далее. Есть организации, в которые мы приходим, там элементарно даже термометрия не проводится. И вот, к сожалению, эти организации формируют публичный облик сегодняшнего состояния культуры. Но мы пытаемся на наших совместных заседаниях в Смольном доказывать обратно. У нас есть точные цифры и есть понимание, какое количество людей при условии 20 или 50% нагрузки посещают наши учреждения. Они несравнимы с другими общественными местами. И именно этот тезис ляжет в основу нашей позиции, которую, я надеюсь, мы в рамках экспертного совета, который мы создали и совместно с негосударственными учреждениями усилим, о том, что не являются сегодня учреждения культуры, которые соблюдают все необходимые требования источниками распространения вирусной инфекции. Вот такие вот тезисы на заметку, исходя из того, что мы сегодня с вами обсуждали. Федор Михайлович, а когда эта позиция может быть донесена до штаба, принимающего решения? Александр, значит, мы до конца года проведем первое заседание в режиме видеоконференции и до конца года уже первое приложение к губернатору подготовим. Мы не уходим на каникулы, мы будем работать весь январь, поэтому, безусловно, январь для нас является важным месяцем для принятия решений и планирования. Невозможно сегодня выставить афишу и продавать билеты, не понимая, что делать после 15 января. И об этом мы многократно ставили на всех уровнях вопрос. Поэтому мы надеемся, что до конца года решения на этот счет будут приняты. В каком формате мы живем в начале года. Если ситуация действительно... Да, Евгений Григорьевич, извините. Если ситуация действительно середины января не позволит нам открываться на 50%, ну и смысла нет нам открываться, мы должны это сделать уже в феврале, но на 50%. Это наша позиция, но мы обсудим все в рамках наших экспертных суждений. И на 50% тоже смысла нет открываться. Я просто хочу сказать, по факту все равно мы понимаем большую работу, которая проделана комитетом по культуре, но по факту мы закрыты все. Это раз. Что касается, наверное, если вдруг комитет по культуре не совсем хорошо слышит, я предлагаю все-таки идти к губернатору, наверное, взять уважаемых коллег, которые здесь присутствуют, и высказать, и донести позицию, потому что все равно позицию доносит. Видимо, так как у нас сейчас все закрыто, значит, кто-то доносит к губернатору, может быть, не ту позицию, и, может быть, он до конца не понимает, что происходит. Полностью согласен. Подождите, коллеги, вот уважаемый Евгений Григорьевич, вот вы пришли к губернатору, да, какие рецепты... Там Садянов пришел к губернатору Арам. После этого открыли зимние эти, как их... Веранды. Вот вы пришли к губернатору, с чем конкретно, с какими рецептами вы к нему пришли? С какими рецептами, о которых нам говорит тот же Михаил Борисович, вы пришли к губернатору? Конкретно, давайте накидаем эти рецепты. Например, тех людей, у которых существуют уже антитела. Это раз, это большое количество людей. Второе, вы понимаете, дело в том, что запрещите там... Второе, можно, например, опять же, все-таки делать какие-то нормы, потому что театр действительно соблюдает все нормы. Знаете, вот я вот выхожу, вот общественный транспорт или еще куда-то, ведь никто не соблюдает. Причем мы взялись только за ту индустрию, которая больше всего уязвима. Я просто предлагаю, что как бы... Согласен, но при чем тут театры? Самые абсолютно, ну при чем тут театры? И при чем тут эти маленькие дети? Ну понятно, что всем надо запретить в этих торговых центрах. Согласен полностью, театры, Сибур-Арена, Тинькофф, в чем проблема? Огромные просматривания. Посмотрите, что происходит в Сочи. Я вам могу сейчас онлайн выяснить, что сейчас происходит у подъемника. Просто это какая-то несправедливость. Если один туризм существует, например, соответственно, существует в Сочи, и его никто не закрывает, при этом у нас десятки самолетов в день вылетают, это тысячи людей вылетают в самолетах, потом обратно привозят, тогда детские каникулы, нужно быть просто, эти какие-то полумеры, я говорю, я сам переболел, я тебе болел тяжело месяц, но вот эти полумеры, они не привозят. Либо закройте, скажите, все, там блокдаун для всех, например, месяц мы хотя бы будем понимать, да, в новогодние праздники, там, или еще, его нужно было делать какие-то, там сказать, вот две недели, три недели, даже для бизнеса это будет проще, она хотя бы будет какая-то определенность. А когда есть неопределенность, это просто карантель. И если Владимиру Абрамовичу возместили какие-то деньги, то я вам могу сказать, что только я потерял поменю. Но в Сибирске не в Петербурге, Женя, в Петербурге доль, ничего пока нет. Да, и прежде всего, что это городской транспорт, метро закрыть, где происходит основное заражение. В том числе, потому что, ну, я говорю, что театры, это меньше всего зло, или там гипермаркет, или цирк те же, чем, например, как бы, потому что там можно хотя бы проследить, хотя проследить людей за масками, мы как организаторы, или как площадка, вообще не имеем права людям, например, если у кого-то кто-то ковид-диссидент, должны заниматься органы власти, не власти, а милиции, кто должен оформлять все эти камни, если человек не хочет это делать. А это все сейчас перекладывается, соответственно, на театр или на организатор. Тоже несправедливо. Евгений Григорьевич, абсолютно с вами согласен, как согласен с тем, что избирательный подход, который мы видим, здесь можно, здесь нельзя, здесь закрываем, здесь не закрываем, в Сочи так, а здесь так, ну, он очень странный, и ни к чему. Ни к чему хорошему не приводит. Сейчас одно секунду, чтобы не забыть просто. Вот понимаете, очень правильный вопрос, что мы скажем губернатору? Есть тактика, есть стратегия. Стратегически просим вас сказать нам, когда мы сможем работать. Это первый вопрос, который важный. Самый, это стратегический вопрос. А тактический вопрос, давайте еще раз с Роспотребнадзором, со штабом сделаем совещание, и все-таки на Рождество открыть часть, часть площадок, чтобы можно работать. Это принципиальный момент. Это праздник. Везде, то есть условно, как бы, если нет вот локдауна, везде все работает, понимаете, на Рождество. Либо локдаун, понятно, но у нас нет локдауна. Соответственно, дайте возможность на Рождество работать. Точка. Пусть это будут 10 площадок, сертифицированных, но это надо сделать сейчас. Тем более, он человек верующий, он понимает, что это за праздник. Нельзя петербургцев лишить праздника Рождества. Вот это очень важный момент, который, мне кажется, он должен услышать. Владимир Абрамович, спасибо. Смотрите, это тоже очень важный вопрос, который вы поднимаете, потому что меня все спрашивают. Вчера звонили, писали читатели, а что делать в Петербурге, что нам делать на Новый год? Куда пойти? Чем заняться? И кроме каких-то пустых слов, что общаетесь дома, занимаетесь с детьми, нам по большому счету сказать нечего. Это такая странная ситуация, когда, я боюсь, как бы мы не увидели излишнего потребления горячительных напитков и большого количества домашнего насилия. И каждый день поклатируют друг другу в войско. Нужно дать сейчас надежду, и пусть это даст это губернатор, или не даст, надежду на прекрасное Рождество 2021 года. Но надо это сделать сейчас. Вы меня слышите, Федор Дмитриевич, это ключ, дать сейчас, вот в понедельник, вторник, понимаете, либо не дать. Но что-то сказать. Если и губернатору и говорить, мы должны понимать, что шоу-бизнес, который делает не государственные проекты, а частные, 50% в Евгении меня поддерживают, это только ноль. 50% это... 70, только ноль в лучшем случае. 70. И в данной ситуации, в данной ситуации, если мы идем к губернатору и говорим, предлагаем, и театры выходят на 50% работы, значит, соответственно, должно быть выпущено распоряжение, что должно быть и 50% аренды для государственных театров. Справедливо. Для частных площадок то же самое, и частным площадкам компенсировать за счет государства эти потери. Тогда есть количество работы. никто ничего не будет компенсировать. Это решается за один день. Давайте мы не будем глупостей сейчас говорить в прямом эфире. Мы говорим не о том, что сегодня надо решить 7 января. А я говорю именно конкретно. Меня спросили, что конкретно нужно сейчас сказать губернатору. Коллеги, с чем еще конкретно вы готовы прийти к губернатору? Назовите, пожалуйста, озвучьте ваши предложения. Мы говорим о том, что мы будем жить с этим и следующий год полностью и дальше будем жить. Мы никуда от этого не денемся. И нам надо говорить в долговременную программу. И как работать в этой программе. Как жить? Чизность находится на излете полностью. Бизнесу никто ничего не компенсирует. Мы можем только разогнать людей и все. Вы поняли, что ли? Бизнесу никто ничего не компенсирует. А вы что, не поняли до сих пор, что ли? А почему не компенсируют? А это другой вопрос. Почему? Просто надо понять, что его ни бизнесу никто ничего не компенсирует. Владимир Абрамович, я еще, я обещаю вам еще дать слово. Может работать в этих условиях, в тяжелых условиях. Значит, для этого надо пойти навстречу каких-то позиций. Я повторяюсь еще раз. И пока о рейде театров, и по рейде рекламы, и так далее, и так далее. Юлия Анатольевна, ваши предложения? Ну, государство должно помогать нам обязательно. Вот сейчас мы просто молимся, чтобы продлили льготы на имущество. Потому что, когда мы похватились и узнали, что у нас в конце декабря эти льготы заканчиваются, это дополнительно полтора миллиона в месяц мы должны отчислять. Где их брать эти полтора миллиона, непонятно. Сейчас вам удалось воспользоваться этими льготами в этом году? В этом году, да. Но они вот сейчас заканчиваются и примут продление или не примут, это сейчас находится на рассмотрении. Причем всего несколько площадок у нас в Санкт-Петербурге. То есть для Петербурга это вообще ничто? Конечно. Конечно. Сергей Евгеньевич Корнеев, вы с нами? Я вас по-прежнему не слышу. Есть вопрос по вашей части? Увы, Сергей Евгеньевич похоже нас не слышит. Тогда если вернется... Сергей Евгеньевич, возвращаясь к вам, что сделать, как сделать, чтобы Петербург не забыли в следующем году, не забыли в будущем, чтобы Петербург по-прежнему поддерживал свое звание одной из туристических столиц мира и вот эти все премии, которые мы получили в этом году, в предыдущие годы не остались просто таким грустным напоминанием о былом великолепии? По нашей части я на самом деле сказал в самом начале. Сейчас дискуссия действительно ушла уже в сегодняшний день и нам сегодня надо решать проблемы с сегодняшнего дня я просто про свою могу сказать и двигаться завтра. Конечно, ограничения на туризм повлияли прежде всего. Гости не приехали в город в новогодние праздники, это правда, это всем понятно. Соответственно, они не пришли в учреждения культуры, которые их могли бы принимать. То, что сделали мы, мы свои предложения сформировали, но они касаются нашей отрасли, мы их внесли, мы с ними работаем дальше с городом и правительством Санкт-Петербурга. А информационная компания, я уже говорил, мы все равно должны каждый день говорить о том, что город, какой у нас город, какой он разнообразный, интересный, и это прежде всего и сегодня, и завтра, и информационные компании, и события, и спортивные мероприятия, как только будет возможно они вернутся, это и будет началом восстановления приезда гостей в Санкт-Петербург. Секунду, можно вопрос задать, когда круизные лайнеры к нам вернутся, ваше мнение, какой это год? Это один из самых негативных сценариев, который может рассматриваться пассажиры круизных лайнеров, как известно, это, как правило, американские и европейские лица старшего возраста, 65+, та самая категория, которая наиболее уязвима, и которая во всем мире наиболее ограничена. пока мы исходим из прогноза, а мы все время общаемся с Балтийскими портами, с нашими соседями, что оптимистичный прогноз, если 50% пассажиров в следующем году все-таки будут, и навигация откроется, но это скорее оптимистичный, чем пессимистичный прогноз, потому что мы с круизными компаниями постоянно общаемся, и с портами, пока круизные компании логализуют свое перемещение в своих базовых регионах, с учетом того, что большинство круизных компаний это американские, самые крупные американские, есть такое мнение экспертов рынка, в том числе самих круизных компаний, что они в следующем году преимущество будут каботажные так называемые маршруты, то есть американские компании будут в Карибском море, на Аляске, европейские компании там, сычей Коста может быть на Средиземном море, может быть в Балтике, поэтому здесь сложный вопрос, сложный, и кстати говоря, никто про прогнозы из индустрии круизной тоже сдать окончательно не смог, то есть это все гипотезы. Сергей Евгеньевич, вы сказали, что отрасль сформировала предложение для губернатора, если можно, самые основные, может быть, участников сегодняшней дискуссии это тоже подвигнет сформулировать, что еще можно было добавить своим предложением? Ну, знаете, у каждого своя история, мы эти предложения не только сформировали, но они уже находятся в работе на подписи губернатора, это целая серия налогов, вот не буду сейчас коллеги из комитета по культуре хорошо знают углубляться просто в детали в части отмены налогов для инфраструктуры туризма, и это наше предложение по снятию ограничений поэтапному. Я боюсь, что если сейчас уйду в детали, то мы немножко уйдем в другую, смежную, очень связанную, но другую. С чем я прошу прощения, я понимаю, что отнимаю у всех уже время, поэтому буквально в телеграфном режиме, и еще последний вопрос слова будет для Владимира Абрамовича, так как он много выступал. Вот с чем категорически не соглашусь, это с тем, что Евгений Филинкельштейн предложил пускать на мероприятие тех, у кого есть антитела. Это какая-то сегрегация пока что, как мне кажется, как бы, да, кроме того, что наверняка появится рынок фальшивых справок с антителами, как бы, да, как у нас все это водится. Посоветуйте все-таки, да, вот буквально в таком режиме свободного микрофона, в коротком, что делать нашим горожанам на Новый год в Петербурге. И повисла нелегкая пауза. Видимо, ехать в Москву. У меня как-то в столбе. Коллеги, давайте я из комитета пару слов еще скажу. В завершение, да, немножко анонсирую еще не совсем законченный проект. Мы в комитете все-таки занимаемся не только тем, что ограничиваем и контролируем действия бизнеса и государственных, и государственных театров и музеев, мы все-таки пытаемся генерировать какие-то идеи по замене, и я думаю, что эти праздники это прекрасная возможность как следует подготовиться к посещению музеев и театров и концертов немножко посмотреть, почитать, подумать. Мы сегодня готовим специальную программу вместе с нашими прекрасными театрами, в том числе с Михайловским театром Владимиром Абрамовичем, онлайн-контента, который, который, эксклюзивного онлайн-контента, который горожане смогут смотреть на одной из крупнейших платформ России. такой анонс, мы надеемся, что мы это доведем до конца и сможем уже точно говорить об этом, где это будет буквально в течение двух дней, как только подпишем первое соглашение. А что это за контент, Борис Михайлович? Это спектакли, концерты, то, что происходит в наших театрах. Да, мы также готовы предоставить свою площадку, если в этом есть необходимость. Уважаемые участники, вот итог дискуссии я попрошу подвести Владимира Абрамовича. А есть ли еще желающие высказаться? Можно я высказаться? Да, конечно. Знаете, для нас самое главное, это вот допустим меня и Евгения, мы не можем вот допустим для нас сейчас уже без разницы откроется в январе площадки или нет, потому что мы все равно уже ничего не сможем сделать. Это просто невозможно. Допустим, для Владимира Абрамовича это да, у него маленькая площадка, у него коллектив, он хоть на следующий день откроется. А нам нужны гарантии, нам нужно понимать, что если загрузка будет 50%, что и больше никто не отменит, или 70%, то мы тогда сможем строить планы, потому что любое мероприятие большой площадки, оно готовится за несколько месяцев. И сейчас все люди, которые приходят по площадку, бронируют даты на апрель, март, они вообще не понимают. И они не хотят платить залоги, и там даже не вопрос аренды. Аренду мы и так в два раза снизили, мы сейчас за это вообще не цепляемся. Просто вопрос, о чем надо говорить с губернатором, нам нужны гарантии, что если нам разрешат работать, то через 3 месяца мы будем выполнять все нормы, которые нам предскажут, но их никто не отменят. Потому что это самое страшное для нас. Да, конечно, абсолютно понятно, о чем вы говорите, Вадим Григорьевич, нам всем нужна определенность. Тем более, она нужна в бизнесе, который не может жить, не планируя. Если этой определенности нету, то как можно думать о будущем? еще желающие взять в слово помимо Владимира Абрамовича. Тогда, Владимир Абрамович, я попрошу вас подвести итог нашей дискуссии. Знаете, во-первых, я хочу поговорить, Саш, за то, что вы нас собрали, это главное, то, что в принципе с вами, что мы хотя бы поговорили вместе. Но как мне кажется, все-таки единственный вариант, который я вижу, исходя из истории с зимними верандами, единственный вариант, который я вижу, это прямое общение на сегодняшний день с губернатором. Мы должны с ним встретиться. Пусть это будет ВКС такой же. Вот очень разумный человек, я его очень давно знаю. И найти, реши, абсолютно понятно, что Вадим, ты зря говоришь, что мне один день открылся, это не так. Мне это тоже надо продавать. Да, это все равно время, это надо билеты реализовать. Собой согласен. но я имею меньше объем, поэтому легче намного. Любая, любая, любая. Но еще раз, это у нас было все хорошо, Вадим. Это изменилось все после истории с Бастой. Не потому, что Баста, мы сейчас Жене на городке обсудили, еще раз, не потому, что Баста что-то нарушил или что-то было там неправильно, политически нас сломали, потому что мы были фактически единственный регион, где можно было все до Басты. И здесь я полностью согласен с Федором Дмитриевичем, который сказал, мы имели лучшие условия, ну я сейчас говорю конкретно о театрах, мы имели лучшие условия, которые были в отношении Москвы, а после ситуации с Бастой мы имеем сейчас ну просто невыносимое условие. И нужно, я считаю, если бы комитет по культуре смог бы убедить губернатора сейчас с нами поговорить, пусть это будет ВКС, нам не нужна личная встреча, пусть это будет ВКС, чтобы он просто услышал, что мы не просим ничего особенного не надо только его просить компенсации, это смешно, это другие люди решают компенсацию, не он, он потом принимает решение, но готовит вопрос другие люди, просто не смешите меня, когда вы говорите, дайте нам то, все, это решается чуть-чуть по-другому, просто нужно пакет мер, пакет мер понятных очень, как для вас, так и для нас, пакет мер, понятный очень, просто понятно, что сейчас до марта ситуация будет одной, в марте ситуация, я надеюсь, Бог даст, будет другой, в мае она третьей станет, я общаюсь со всеми, включая Роспотребнадзор, ситуация сейчас просто заключается в том, что Баста изменила именно политическую конфигурацию отношения к вопросу, легче всего взять и закрыть, что было и сделано, понимаешь, вот и все, поэтому, если можно попросить комитет по культуре, чтобы он сделал обращение, после нашего сообщения губернатора, что мы просим его поговорить с нами, мы ничего просить не будем, за исключением того, чтобы он сделал подарок всем на Рождество, главное, подарок городу, чтобы действительно, нет, на твой вопрос, а что пожелать 31 числа, пожелать одно, взять и лечь, спать, все, точка, делать в городе нечего, нечего, а вот на Рождество, чтобы он как Дед Мороз, наш губернатор, сделал нам подарок, потому что Новый год я никогда не праздную, по причине того, что мы не знаем, что праздновать, этот год, и что будет с тобой в Новом году, ты не знаешь, поэтому я этот праздник для меня не празднику, вообще, поэтому, для меня праздник Рождество, и поэтому, если бы губернатор, как человек верующий, смог бы сделать нам подарок, на Рождество всему городу, как туризм, как и дать тому же Вадиму Фельдхенштейну, как бы надежду, что через три месяца он может работать 50%, а все, что остальное, это будет только, как это, нечаянная радость, тебе достаточно это, скажи, мы согласны на это и сейчас, пусть будет хоть что-то, понимаешь, потому что, когда нет ничего, вообще не с чего разговаривать, понимаешь, ты же жил в 90-е, ты же помнил. Спасибо, спасибо. Моя надежда, которая будет сделана руководителем города, для нас является очень большой, большой помощью. Спасибо, Владимир. Я, ну, возвращаясь к Басте, которого тут не раз сегодня поминали, ему, наверное, икается, но согласитесь, все-таки, что последствия выступлений Басты, это, ну, к вопросу, да, некой разумности, целесообразности того, что мы видели, и опять же, к вопросу к дискретности, здесь можно, здесь нам говорят только по 25%, значит, и тут же, ну, концерт при огромном стечении народа, где всем хорошо и весело. Но... Тогда еще было 50%. Что? Тогда еще было 50%. Да. Но, тем не менее, да, я, Федор Дмитриевич, вернее, Борис Михайлович, хотите что-то сказать? Нет. Тогда, да, хотите? Нет, почему же, я на самом деле хочу коротко, да, что-то сказать. Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо. У нас дискуссия приобрела определенную такую динамику, позитивную, в плане того, что у нас наладилась какая-то форма диалога, да, и я предлагаю это также оставлять, вам постоянно беседовать. Мы разделим две части по итогам, да, подводя итоги для комитета, да, две части. Мы, безусловно, сейчас узнаем, что, как, есть ли такая возможность действительно по губернатору, и этот вопрос мы зададим как комитет, да, мы сформируем, мы протоколируем то, что мы сегодня обсуждали, какие меры предлагались, и мы начинаем большую работу по взаимодействию в рамках экспертного совета с негосударственными, с негосударственными театрами и музеями, а с государственными продолжаем эту работу, и, в общем-то, я надеюсь, что скоро все, все-таки, вирус нас оставит, и нам будет всем жить полегче и поинтереснее. Спасибо большое. Спасибо, Борис Михайлович. Давайте попробуем продолжить встречи в таком или там несколько ином формате в новом году. Давайте будем надеяться на подарки к Рождеству вместе с Владимиром Абрамовичем. Огромное спасибо всем участникам, зрителям, всем здоровья, самое главное, в новом году, вам, вашим семьям, но будет здоровье, все остальное приложится. Спасибо вам всем с наступающим. Можно? Да, 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 можно. Да, хочу тоже поблагодарить, что вы сделали такое прекрасное мероприятие сегодняшнее. Вот, надеюсь, что оно будет иметь положительный резонанс в нашей жизни. И хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, чтобы все были здоровы и чтобы наши мечты о всех будущем добывались. Спасибо. Всех наступающим годом. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok